всем большой и пламенный привет в общем короче говоря я сейчас иду в магазин биби иду в магазин биби хочу там кое-что посмотреть а я тут себе подыскивал плетку на руль на запорожец но пока на себя камеру переведу чтобы иногда бывает и дешка не камеру на лошадь боятся в общем короче говоря те плетки которые я тогда смотрел мне в принципе так вот прям чтобы очень что-то понравилось таких не было и сегодня я хотел поехать на хасанский рынок посмотреть что там есть может быть что-то прикупить но как-то меня вот немножко жаба давит покупать не то что нравится из-за дорого я обычно оплетки дорогие не покупаю я на skoda покупал самые дешевые одну такие приличные не по дешману и на копейку тоже ну и потом думаю ладно и решил я все таки вот та плетка которая у меня была вязанка такая соли эспрессо думаю дай-ка я смерю диаметр ну как так почему она не лезет посмотрел а наш 43 ребята думаю значит просто надо ее распарить я горячую воду она у меня полежала немножко раз разошлась поэтому сегодня вечером попробую натянуть посмотрим что получится а в биби сейчас хочу зайти посмотреть номерные рамки мне нужны самые дешевые белые номерные рамки есть они там или нет вот посмотреть что по оплеткам может быть там что-то есть на там обычно вряд ли неважно и еще мне одно нужно чистящее средство это уже в макси доме а я смотрел канал коплю на ferrari его там ребята чистящим средством отмывали пластик в салоне карта дверей очень хорошо помогает не на волгу надо и на skoda я хочу отмыть так что сейчас ходим посмотрим олейка пластырь снял потому что уже надоело мне носить пускать заживает посмотрим самое главное я боюсь что там ничего не осталось вот ведь у нас открыли магнит косметика так что вот погода сегодня я даже пошел куртку переодел потому что прохладно обещали вроде сегодняшнего дня потепление но чуть не знаю ладно сейчас дворами там пройду зайду биби посмотрим маску с тобой на всякий случай взял так что мало ли что вдруг не пустит так что такие вот дела ребята ладно пошли ну ребята ходить по такой дороге потому что попадают камни все приходится ботинки и ботинки пачкаются чистые были ботинки все испачкану потом в траве почистить решил ребята пройти немножко другим путем чтобы показать вам вот эти красивые деревья что это за деревья такие ребята может кто-то среди вас знает вот на даче вы такие посадить слушайте какие они классные я даже сфотографирую чтобы потом определить что это за растение такие и вот на даче бы такие посадить деревья среди какие они красивые они такого непонятного темного цвета фиолетовый не фиолетовый что этому сейчас поближе подойду узнаю мне камера подключена что это такое слушайте это по моему это же похоже на клен а так это клен по моему только почему-то он какой-то стал темный может какая-нибудь разновидность клена но это клен ребят клен только он такой темный так что вот видите какая красота числа на снимать не буду знаю что клен вот видите уже солнышко вышло вроде стало жарко что выжены кусты но это кусты или и я не знаю вот видите красиво вчера разговаривали с соседним домом но у них вроде как тоже все получилось слава богу но мы как бы же вместе все это начинали и а у них в доме от управляющей компании собрания дворник убирает женщина но тоже не русская но женщина у нас парень был 0 таджик то ли узбек я в них не разбираюсь а у них вот женщина и а у спросили а сколько вы получаете зарплату какая у вас зарплата что он платит вообще собрание представляете за месяц она с каждого подъезда имеет тысячу рублей у нас шесть подъездов зарплата 6000 месяц и они не уходят отсюда потому что они говорят что по их меркам там на родине это большие деньги представляете а как же они там то живут непонятно ужас 6000 месяц вот так за такие копейки работы и еще вы знаете вот я сейчас смотрю то что происходит белоруссии меня просто подвергает в шок я боюсь как бы там не началась вторая украина почему лукашенко молчит мне непонятно он мне кажется со временем стал нести какую-то вот просто ахинею там народ бунтует полиция избивает драк молодежь чё там только не происходит а он говорит всем срочно устроиться на работу причем здесь работ неважно работают они не работают это протестующие люди у них они не согласны это как бы ну такой знаете некий демарш получается мне непонятно он говорит сидит в этом самом он говорит надо всех отправить на работу почему здесь этот ты успокой народ у тебя там чё у тебя происходит бунтуют все я от беларуси ребят такого никогда не ожидал ладно там еще украина понятно украина превратилась уже я не говорю про обычный народ а про правительство что там стало но беларуси для меня конечно ты шок шок братья белорусы так что вот ладно все я уже практически пришел тут немножко через вары сокращу не нужно пришлось у нас здесь есть еще один фикс прайс я на почему как только начинают что-то снимать или говорить эти мотоциклисты тут как тут вот всегда пока шел ни одного мотоциклиста не видел в общем короче говоря пошел зашел фикс прайс слова мне никто про маску вообще не сказал я прошел посмотрел вышел вообще люди стоят без масок я это все почему говорю то потому что почему-то здесь без маски можно а в нашем фикс прайсе нельзя вот что за бред вообще они как нам за это будет штраф ну слушайте если вам что штрафы только выборочно в отдельные магазины уж есть и штраф выписывать людям то выписывать всем правильно они так что там выписали а другому нет ну бред же правильно вот вообще конечно мне непонятно это или вы значит составляете всех или никого в общем мне кажется что это уже какой-то политический фарс какая-то клуб надо игра и прочим нет так это ребята достала эта маска это таскать ее с собой забыл получается забыл маску и все ты уже как будто бы не человек тебя гнобят тебе не продают продукты пожилые люди на тебя просто смотрят вчера кстати в ленте же от меня шарахнул увидел что я без маски сказала господи от меня шарахнул я буду не бойтесь вы так ради бога я здоров слава богу вручевую вот меня еще знаете что удивляет когда люди идут по улице в маске вот зачем хорошая погода дышит воздух легкие наоборот должны дышать нет закутаются перчатки ужас ужас ребят так ну что ребята зашел я биби там такая же история маску никто не просит спокойно свободный ход но посмотрел там того чего мне надо нет в общем я вспомнил как называется это средство profan она называется его там нет щетки для автомобиля очень дорогие 500 рублей мне такие зачем я вам по 99 покупал вот а оплетки тоже по дешману дорогущие 800 1000 рублей смотреть вообще не на что вот а по поводу номерных рамок рамки есть дешевые по 90 даже 9 рублей но они не белые то есть черные и знаете такой есть белая окантовкой и знаете как вот узоры такие вот там как матрешки делали знаете такие вот есть такие узорчатые такие мне такие типы вот ну но никак вообще вот мужчина такая сейчас меня странно посмотри скажет дурачок какой то так что вот есть белые рамки номерные но они дорогие и они очень дешманские такие тоже не хочу поэтому сейчас зайду в макси дом посмотрю этот профан и там заодно может быть есть рамки а вот этот дом кстати ребята кто помнит когда я ходил ухаживать за бабушкой за галиной петровной который сейчас в италии живет дай бог ей крепкого здоровья вот она в этом доме живет сейчас квартира пустует то что она в италии так что вот такие вот дела все пошли в макси ребята немножечко дезинформировал вот этот ее дом я что-то задумался не то сказал вот этот дом и там вот последняя парадная вот но сейчас она сюда уже не приезжает просто потому что ребята тяжело ей 80 по-моему пять лет было в том году сейчас уже соответственно 86 но какие ребята перелета чем вы говорите тем более сейчас вот это вот у них там в италии была пандемия и все вот это конечно тяжело я думаю что она уже наверно будет доживать свой век там а здесь потом не знаю что будет квартиры на н продадут поскольку дочь ее уже здесь жить не хочет вот она приезжала прилетала 100 только ради мамы чтобы ее там привезти она ее привозила мама оставалась я за ней тут ухаживал ну плюс там еще некоторые знакомые подруги там ее друзья а потом опять приезжала забирала маму и соответственно увозил или бывало так что я ее ввез в аэропорт там ее грубо говоря сажал в самолет верниках передавал сотруднику аэропорта аэропорта как правильно вот сейчас меня хейтеры поправит как надо вот сажали ее коляску и там она дожидалась своей очереди там же ее сажали в самолет и уже в италии и дочка встречала но она знала что я все сделаю как нужно ее доставлю до аэропорта все нормально вот и соответственно она уезжала так что вот где-то вот тут вот здесь вот такие дела ребята все пошли в макси дом вот он профан 295 рублей универсальный очиститель слушайте они разные есть вот такой вот есть вот такой двухтысячный тысячный и еще вот такой трехтысячный для обивки универсальный а это для двигателей запчастей это универсальный это для обивки а вот чем отличается универсальный и для обивки мне интересно вот это надо бы точно узнать ребята потому что стоит это ну не дешево 300 рублей вдруг это не работает от общепроизводитель этого всего ребята давайте так я выложу это видео и вы мне скажете хорошая эта вещь или нет потому что может быть вот еще видите смотрите какой есть правов прав фан а про фан называется очиститель кузова от насекомых почек и деревьев видите вот поэтому пока наверное я брать не буду не это прям сейчас не прям уж не необходимо вот но думаю что почитаю я в интернете какой лучше из них взять потому что вот у ребят был по моему вот такой вот или вот такой нет это для двигателя в общем ладно посмотрим так что пока не буду брать и еще мне нужно посмотреть номерные рамки вот они о белая номерная рамка 109 рублей слушайте может купить 1 ладно сейчас посмотрим может и купим возьму я вот этот вот за 295 который вот обычным и вот такие две номерные рамки они стоят сейчас я вам скажу ребята вот они 109 рублей вот потому что биби были тоже белые рамки они стоили чуть дороже по моему 150 и они тоже белые но не такие кстати у меня вот таких вот жлык валяется немеренцы полторы тысячи а я покупал вот такую ваша не за 250 а вот такую за 300 по моему так у меня лежит а это вот за эти задние шторки но он шторки мне не нужны хочу еще то здесь есть интересненького такого наклеечка рус но мне не надо так что ну в принципе все пошли на кассу ребят не зря сегодня сходили с покупочками я все купил единственное почему-то кажется что эти номерные рамки очень большие хотя в принципе обычные рамки они стандартные ну в общем одну аккуратненько открою есть уж на крайняк не подойдет значит ну я приду верну я же имею право товар вернуть правильно я даже можете снимать не буду я просто примерю если большие то приду скажу извините вот не подошли почему-то там я думаю что нормально все будет кстати видите здесь был автосалон фальцлаген и его прикрыли все платить нечем все автосалоны практически закрылись остались там по одному по два салона вот поэтому когда говорят что у нас все хорошо и наш товарищ молодец я таких людей не понимаю мне вчера кстати на эту тему с братом была дискуссия он у меня сами знаете за кого вот он за конституцию вот он начал мне вчера объяснять что-то ничего не понимаешь ты да мы так еще хорошо не жили я горну если ты говоришь что мы так хорошо живем да хочешь тогда у тебя денег не так много хотелось поэтому ладно неважно кстати сейчас на кассе макси доме прошел макси доме то слово не сказал а на кассе значит кассирник от маску наденьте я значит надел маску она мне спасибо вам большое я бы ничего себе я гаясь алку что она спасибо вам большое за что что вы маску одели я грудо просто понимаете грамм я уже так все надоело что я просто надеваю я даже она когда я сама в шоке ведь такой бред придумали сама кассир не говорит музеи открываю все открываю людей заставляет масках ходить и самое интересное что она сказала что кассир торговому залу не имеет никакого отношения по залу ходите без маски пожалуйста она где-то считаю что это бред ну и в общем короче мы с ней хорошо поговорили я пожелаю всего хорошего и грубо говоря мы на этом и разошлись вот надоело мне они то здесь принципе тоже ни при чем но иногда бывает знаете к ситуации когда человек в наборе тоже кассир начинает быковать типа слышь ты вот как в этом максим в домовом бабка хабалка сидел слышь ты сейчас приедет менты там я тебя да я говорю слушай я в таки училась каком пт-у ты училась чтобы так разговаривать а когда нормально по-хорошему но почему бы нет да это рабочие лошадки которых просто убивают и даже нет вот сюда ребята я думал заехать вот в эту зону и это самое сделать себе сход-развал я его еще так и не сделал ну потому что ко мне приходили покупатель я думал что мало ли там чего вот но пока я не езжу но вот скоро пойду на дачу и сход-развал придется сделать потому что как ездить нельзя но пока я никуда не езжу в основном только до магазина это недалеко на дальнее расстояние лучше сделать так что вот все пойдемте домой вечером пойду по мере рамки подойдут или нет очень ребята прихожу я домой из балкона я слышу какая-то громко играет музыка вот слышите говорят что-то открыли в новом доме вот в том напротив я с балкона не смог понять что там открыли мне показалось что как будто бы голомарт нет не голомарт а магнит что ли открыли в общем сейчас дойдем посмотрим мне просто интересно мне показалось как будто бы голомарт заметно голомарт или голомарт что там магнит и вижу отсюда ребята короче счас поближе подойдем посмотрим что там округой чё гадать правильно сейчас подойдем и посмотрим да ребята это магнит магнит косметики Вот, я не знаю, просто магнит Или еще магнит косметик Ну, в общем, короче, вот магнит здесь открыли Вот так Короче, ребята, открыли здесь магнит Вот так вот он выглядит Но каких-то супер скидок Как она говорит, супер скидки Я ничего такого не вижу пока В принципе, все те же цены Как вот той же пятерочке По-моему, мне кажется, даже дороже Вот Сейчас посмотрю, молочка почем И сравню с молочкой Ох ты, господи, уже молоко просто клашено 92 рубля 92, а это вот это Это 59 Сметана 30 рублей Ёгурты садки Короче, фигня Нет, слушайте, ребята, ценники здесь Только не решение Короче, ребята, сейчас там музыка громко орет Не понравился мне этот магнит совершенно Во-первых, он маленький Во-вторых, сейчас девочка там скажет свою речь В магните ценники дороже даже, чем пятерочка Ну, минимальные цены Я не знаю, где они нашли Очень все дорого, ребята Мне не понравилось Не-а Я буду ходить пятерочку Не знаю, приедет мама, сходит, посмотрит Но мне не понравилось Ничего такого прям супер-пупер там нет У меня мама любит магнит У нее даже карточка есть Но мне не понравилось, ребята Вот так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok